Удобство, мобильность, простота. Все это заставляет жители города чаще использовать электросамокаты. Кикшеринговые компании совместно с сотрудниками городского департамента транспорта разработали методические рекомендации для владельцев и ориентаторов самокатов. Их разместят на рекламных баннерах города. Кроме того, в картах приложения кикшеринга нанесли более 20 зон, где скорость передвижения на самокатах ограничена. Не оставили без внимания и парковочные места. В ближайшее время их должны утвердить в городском департаменте транспорта. Мы плотно взаимодействуем со всеми представителями так называемых кикшеринговых компаний. Мы вместе со всеми ними встречаемся в рабочем порядке, проговариваем вопросы все, которые у нас возникают. Мы взаимодействуем со структурами городскими, со всеми подразделениями администрации города. В зонах ограничения скорости мы можем эту скорость регулировать в плавном формате. Также наша компания может изменять ограничения скорости в периодах времени. Ночью одна скорость, утром другая, днем третьим. Самокаты, которые предоставляются в аренду, дистанционно управляемы, поэтому регулировать их движение несложно. Личный электротранспорт контролируется только собственником. Ответственность за соблюдение скоростного режима ложится исключительно на владельца двухколесного транспорта. Никита Колосов, Григорий Бляшаков. События. Продолжение следует...